Добрый вечер. Эфир телеканала ОРТ продолжает программа «Обратная связь» в студии Дмитрий Питайкин. И сегодня о военной службе и вопросах, связанных с призывом, мы будем говорить с временно исполняющими обязанности военного комиссара Оренбургской области, Пудановым Андреем Николаевичем. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И прежде чем перейти к диалогу, напомним нашим телезрителям, что присоединиться к разговору может каждый по телефону 43 45 07. Напоминаю, код Оренбурга 35 32. И еще вы можете участвовать в интерактивном голосовании с следующим вопросом. Какой должна быть российская армия? Варианты по призыву, по контракту, смешанный набор. Номера голосования вы можете видеть на экране на протяжении всего эфира. Андрей Николаевич, полным ходом идет весенняя призывная кампания. Как долго она еще продлится? В соответствии с указом президента Российской Федерации до 15 июля. Ну а непосредственно отправки уже граждан в войска мы будем осуществлять в соответствии с нарядом Центрального военного округа. А сколько наших земляков-новобранцев вообще будет отправлено в войска за этот весенний период? Немногим больше 1900 человек. Чуть больше. Спасибо. Наши корреспонденты работали на пункте отправки новобранцев. И сейчас вспомним, как начался весенний призыв. Смотрим сюжет Ольги Энгельс. Служить в армии всегда было мечтой для Павла Янина. Позади медкомиссия и вердикт врачей годен к военной службе. Теперь, признается молодой человек, приходит полное осознание, что армия – это не только личный рубеж. В первую очередь честь и мужество. Наши отцы все служили. Я пошел по их стопам. Для меня это хорошо, если честно. Я сам собираюсь продлить потом контракт и пойти учиться на высшем по-военному. Планирую. Последний день на гражданке. Большинство новобранцев надели военную форму сразу после школы. Но есть и дипломированные специалисты. Выбор своих сыновей поддерживают и родители. Он должен был уйти в осенний призыв. Он добровольно просился, чтобы его взяли весной. Мы очень рады, что он попал в хорошие войска. Он учился в Москве год. Я думаю, что в Санкт-Петербурге он тоже себя будет чувствовать уютно. Десантные космические войска – элита российской армии. Именно туда отправляются служить 39 оренбуржцев. По итогам прошлой призывной кампании Оренбургская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе. Особое внимание к призыву и в этом году. В этом году в ряды вооруженных сил уже отправились служить около 500 оренбуржцев. Этим новобранцам выпала честь уйти в армию под звуки военных песен и на пустыве со стороны старших товарищей. Мы продолжаем разговор о призыве на военную службу. И у нас в гостях исполняющий обязанности военного комиссара Оренбургской области Буданов Андрей Николаевич. И у нас сейчас звонок в студию. Представьте, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот в этом году исполняется 50 лет. Я рядовой запаса. Я хотел бы уточнить, до какого возраста я должен состоять на воинском учете? Спасибо. Граждане, пребывающие в запасе, у нас состоят рядовой состав до 45 лет, офицеры, младший офицер состав до 50, старший офицер состав до 55 лет. Вам надо прийти в военкомат по месту, где вы стоите на военском учете, и по вам примут решение о снятии с военского учета. Да, да, да. Соответствующе сделают отметку в военном билете. Ясно. Спасибо. Я еще раз прошу звонить нам 43-45-07. Мы будем слушать ваши вопросы и выслушивать ваше мнение. Андрей Николаевич, скажите, сколько оренбуржцев отправлено в войска на сегодня? Вот мы видели в сюжете, в июне отправлено столько, это сейчас. Сколько уже можно сказать? Какие цифры? На сегодняшний момент отправлено чуть больше 1200 человек, практически 60 с небольшим процентов выполнено задание, выполнено без срывов в соответствии с теми требованиями и качествами, которые предъявлены для комплектования вооруженных сил Российской Федерации для Оренбургской области. Еще у нас один звонок. Да, пожалуйста, представляйтесь, не забывайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Иванович. У меня такой вопрос. У меня внучке 19 лет. Она желает идти в армию. Мы живем в Сакмарском районе. Куда нам можно обратиться? Внучке 19 лет. Можете поступать в военное училище. Также все училища в каждом военном комиссариате, они известны. И на сегодняшний момент вот у нас в этот год 44 девушки, оренбуржцы, изъявили желание поступать в военное училище. Многие уже, естественно, уехали в училище, потому что с 1 июля начинаются вступительные мероприятия в военных училищах. Сразу давайте разовьем вопрос. И 44 в этом году. Какая-то динамика положительная есть? В прошлом году сколько было? Можете сравнивать? Некоторые училища набирают один год один набор именно для девушек. Другое училище. Где-то больше тут зависимости. Ну и, естественно, где-то выбор профессии. Это право каждого гражданина. Поэтому сегодня так выбрали. Ну вот по профессиям наверняка будут у зрителей тоже вопросы. А есть какая-то статистика? Какие профессии выбираются? Гуманитарные, более военные или военно-прикладные, технические? Ну, именно девушки. Если, то в основном поступают они в медицинские у нас связь, в космические есть, в Рязань идут там на переводчиков и, соответственно, непосредственно в десантные. Поэтому тыл в Ольске. То есть те училища, которые позволяют по своему комплектованию замещаться, в должности военнослужащих замещаться женщинами, то есть там, пожалуйста, открыты двери и девушки могут себя попробовать. Хорошо. Хорошо. Ну, вернемся к призыву. Скажите, увеличивается ли или уменьшается количество призывников по разнарядке на нашу область, как бы спущенных сверху? Ну, вот есть увеличение, есть уменьшение? Чего это зависит? Нет, практически каждый год цифра немножко меньше, немножко больше, но практически цифра одна и та же. Те, в зависимости от тех граждан, которые стоят на воинском учете, у нас по всем военным комиссариатам муниципальных образований Оренбургской области, соответственно, мы подаем сведения о наших возможностях и под эти уже сведения, соответственно, и дают наряд. Поэтому практически цифра, вот, около двух тысяч, каждый призыв, это вот наша цифра Оренбургской области на сегодняшний момент. У меня был такой вопрос, как бы возросла ли сейчас популярность службы в армии, но если у нас одинаковое количество призывников, как можно ответить? То есть, может, меньше стало уклонистов и меньше стало тех, кто просит отсрочку или кому-то там отказывается от отсрочки в армии? Есть такой положительный момент, что призывников желающих именно... Нет, желающих у нас очень много и динамика, если взять лет 15 назад, то, конечно, она поменялась и в качественную сторону она, конечно, поменялась. Ну и сегодня качество службы, конечно, государство, Министерство обороны делает на сегодняшний момент все, чтобы гражданину было действительно комфортно, достойно служить, чтобы он действительно за этот год получал какую-то воинскую специальность, которая в дальнейшем, состоя в муниционном резерве, он мог в любой момент ее применить по защите своего отечества. Поэтому здесь сегодня, конечно, желание, ну и плюс те требования, которые сейчас предъявляются для комфортного других силовых ведомств и организаций федерального уровня, то, конечно, без службы в армии сегодня невозможно. Ясно, спасибо. Сейчас мы уходим на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор, это программа «Обратная связь» и продолжаем говорить в студии о призыве на военную службу. Напоминаю, что в студии у нас гость, времяисполняющий обязанности военного комиссара Оренбургской области Андрей Николаевич Буданов. Андрей Николаевич, можете рассказать о географии службы наших призывников? Вот есть такая статистика? Где ребята наши службы в Оренбургской области? Абсолютно практически во всех регионах нашей страны, от Калининграда до Владивостока, буквально сегодня мы комплектовали, отправляли Черноморский флот, мы комплектовали Северный флот, и вот будет команда еще уходить на Дальний Восток, Владивосток, Тихий Океанский флот сформировать. Поэтому службы плюс будут уходить ребята, как и центральный военный округ, большинство, естественно, ну и восточный, западный, южный, практически во всех регионах. Спасибо. У нас есть звонок. Представьте, пожалуйста, не забывайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я вот звоню, у меня внук закончил в этом году нефтяной технику, получил диплом, и он с 1999 года, его уже он проходил комиссию, ну, от военкомата, и вот хотел бы, у него желание такое есть. Вот сейчас призыв идет до 15 июля, чтобы его забрали вот именно летом, а не осенью. Возможно это подойти ему и как-то решить этот вопрос, чтобы его вот именно сейчас забрали? Ну, здесь вам, конечно, необходимо обратиться, во-первых, в военкомат по месту жительства, там, где он состоит на воинском учете, во-первых, было ли, надо понять, проходило ли мероприятие, связанное с призывом, с ним решение призывной комиссии, то есть имеется. Плюс, соответственно, по решению призывной комиссии уже будет вынесено решение направлять войска, ну, и, соответственно, если имеются те требования, которые у него есть, да, образование, здоровье, самое главное, допуск, ну, то есть те ряд требований, которые определяются для комитетований, и, соответственно, те наряды, которые сегодня у нас есть, команда для отправки. Ну, если он уже проходит в медкомиссии, или в медкомиссии нет. Если есть, я думаю, что проблем нет, здесь отправить войска, направить летом, если где-то не подходит, то тут уже надо разбираться, смотреть уже. Ну, я думаю, по месту жительства вам абсолютно все могут ответить. Понятно. Ну, и такой тогда сразу вопрос, если вот так можно просто действительно прийти, если соответствующий всем, как вы говорите, можно пойти служить, можно ли выбирать воинскую часть, где служить, место службы? Вот лично учитывается мнение призывников вот в этом, или родители их там, родительского комитета? Ну, это, во-первых, служба по призыву, не по контракту, это, когда контрактник идет, то, конечно, он вправе может выбирать там, где он хочет, хочет служить в тех или видах, или родах войск, плюс в том или ином регионе, да, где он желает. То, по призыву, соответственно, здесь комплектуется соответствие с требованиями, которые предъявляются для комплектования тех или иных воинских частей. То есть, это в первую очередь. Конечно, при беседе, при прохождении профотбора, естественно, это все дело спрашивается у призывника, где бы он хотел проходить службу, кем он себя видит. То есть, это, конечно, желание, мнение призывника обязательно спрашивается, но комплектуются в воинские части только в соответствии с требованиями, которые предъявляются. Ну, а семейное положение, наличие детей? Для тех граждан, которые имеют женаты и имеют одного ребенка, согласно законодательству, они призываются в ряды вооруженных сил, для таких граждан, конечно, предусматривается возможность прохождения службы вблизи проживания семьи. То есть, если вблизи проживания семьи непосредственно нет воинских частей, то в соответствии с самым ближайшим местом. То есть, это область или ближайшая область, то есть, Челябин, Самара, то есть, там, где поближе к семьям. Понятно. Ну, теперь о призывниках, их здоровье, изменились ли требования к состоянию здоровья? И увеличился ли срок, или будет увеличиться ли срок службы? Вот сейчас один год служит. Может быть, впереди есть какие прогнозы? Изменений в законодательстве нет. Я думаю, если законодатель посчитает, изменяет, значит, будет изменять. Требования какие-то изменились? По состоянию здоровья, есть в соответствии все с постановлением правительства Российской Федерации в 565-м. Все там требования абсолютно изложены. Поэтому все те мероприятия, которые проходят тщательно, изучаются призывник, он проходит в медицинское обследование. Если где-то выявляется, он проходит дополнительное медицинское обследование. Ну, и, естественно, даже если при несогласии или выявлении каких-то спорных моментов, проводится контрольное медицинское обследование. Здесь, на областном сборном пункте, в соответствии с решением областной призывной комиссии, созданы комиссионные даже решения. Это патологии, которые костно-мышличные, в первую очередь, то есть не одним врачом, а там нескольким врачом, специалистами, которые рассматриваются диагнозы и принимаются экспертные решения. Давайте поговорим о студентах-призывниках. Как будут призываться на военную службу студенты государственных коммерческих вузов, прошедшие подготовку на военных кафедрах, без военной кафедры? И есть ли у них преимущества перед другими призывниками? Ну, на сегодняшний момент, закончившие, так скажем, военные кафедры, немножко научные центры подготовки при училищах сегодня они имеются. Они получают, если офицера получают, он зачисляется в запас, состоит в запасе уже как офицер. Вот, или сержант, то есть он считается, как что пройденная у него служба. Для всех остальных граждан, которые заканчивают учебные заведения, независимо коммерческие или какие самое главное, чтобы у них была, если будет государственная аккредитация, то гражданам будет предоставляться отсрочка. Если у учебного заведения нет государственной аккредитации, то независимо какой вуз, там, высший или средний, то отсрочка таким гражданам не предоставляется для прохождения обучения. Ну и после окончания соответствующего образования, высший или средний, она тоже влияет для комплектования тех или иных видов и родов войск. Ясно. Остаются ли сейчас наборы в научные и спортивные роты? Осуществляем призыв и набор в научные роты. Мы осуществляем и буквально послезавтра у нас будет отправка в научные роты. 8 человек будут направлены для прохождения службы. Отбор в научные роты осуществляется заблаговременно. В принципе, любой гражданин с высшим образованием может через общий интернет зайти на соответствующие сайты. Абсолютно там все в доступной форме изложено, как можно подать себя кандидатам для отбора в научные роты. После отбора нам уже непосредственно приходит разнорадка по фамильям, в какую роту научно отобран тот или иной призывник. И он, соответственно, отправляется. Спасибо. Мы сейчас прерываемся на рекламу. Не отключайтесь. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин В студии наш гость, временно исполняющий обязанности военного комиссара Оренбургской области Андрей Буданов. Андрей Николаевич, мы про девчат уже рассказали, поступающих в высшее военное учебное заведение. Давайте про парней скажем. Увеличивается ли количество ребят, поступающих в вузы, военные вузы с нашего Оренбурга? Ну, традиционно Оренбургская область, она всегда в этом вопросе была одна из передовых в Центральном военном округе, среди субъектов по отбору военного училища. Поэтому и в этом году чуть больше полтысячи граждан извивили желание поступать в военное училище. Мы традиционно всегда наряд выполняем. Сегодня граждане практически все уже уехали в военное училище, как я уже и выше говорил, потому что с 1 июля уже в военных училищах начинаются вступительные мероприятия, связанные с поступлением в военное училище. Здесь уже проходит медицину, профотбор, физподготовка. Ну, естественно, сейчас уже экзамены вступительные не сдаются, потому что также учитывается сдача ЕГЭ. Понятно. Мы сейчас коснулись службы по призыву и мы сейчас коснулись высших учебных заведений военных. Давайте поговорим о службе по контракту. Это тоже нужно обращаться в военкоматы по месту жительства людям, желающим поступить на службу в армию? Да, в соответствии с требованиями руководящих документов Министерства обороны осуществляет уже непосредственно набор по контракту пункта отбора по контракту, который в каждом субъекте существует. И у нас они тоже имеются, имеется пункт. Но всю работу, соответственно, изначально осуществляет военные комиссариаты районов, где граждане обращаются с желанием. Все сведения передаются сюда. Пункт отбора подбирает воинскую часть. Если гражданин сам не нашел, то есть не обратился напрямую в воинскую часть и не получил отношения от командира воинской части. То, соответственно, пункт отбора по тем, имеющим у него вакантным должностям, будет предложен. И гражданин пройдет ряд мероприятий, которые необходимо пройти для сбора личного дела. И решение уже будет, по нему будет вынесено решение о призыве на контракт. Ясно. У нас сейчас звонок. Представьте, пожалуйста, Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я бы хотела такой вопрос задать. У меня у сына было найти. Его отказались брать в армию. А он хочет служить в армию. Как нам будет? Может быть, альтернативная служба есть? Ну, альтернативная служба, это немножко другое. Она никак не связана с состоянием здоровья, потому что, если даже гражданин признается ограниченно годным к военной службе, то и на альтернативную гражданскую службу он тоже не может пойти. Но сегодня есть изменения в постановлении в Федеральном законе о призыве, есть в 53-м, есть изменения в постановлении правительства. В 565-м, который я выше говорил, граждане ранее признаны ограниченными годами к военной службе, если не достигли 27 лет, то есть и то заболевание, которое у него имелось на тот период, он прошел ряд оздоровительных мероприятий, которые поправили его состояние здоровья и может пройти переосвидетельствование и быть призван по призыву также в ряды вооруженных сил. Ну, комиссия, если оно еще раз пройдет, да? Конечно, надо сначала только со своим здоровьем до конца разобраться, подлечиться, потому что здоровье все-таки это самое важное у гражданина. Если есть ограничения, то, конечно, никто не примет такого решения. Сейчас вопрос, касающийся иностранных граждан. При получении российского гражданства, вот есть ребята, отслужившие свою срочную службу в близлежащих странах, вот с нами. Если им не наступило 27 лет, они будут призваны к нам в Российскую армию? Они будут призваны только кроме граждан Таджикистана, с которым ратифицирован у нас договор, то есть служба по призыву в Таджикистане будет засчитана для Российской Федерации, как гражданин, прошедший службу по призыву, он будет передан в запас и выдан обычный билет. Все остальные граждане, которые, если даже прошли службу по призыву в своих странах и приняли гражданство российское, значит, они будут, соответственно, не достигли 27 лет, то, конечно, будут призваны по призыву. Ну, по всем мирам. Понятно, понятно. Если гражданин не прошел, ну, по различным причинам, срочную службу, но его-то ему исполнилось 27 лет, ему что нужно делать? Все равно к вам приходить за документами? Если он стал гражданином Российской Федерации. Нет, это пророссийских уже граждан. Нет, если он все равно переехал, стал гражданином Российской Федерации, исполнилось ему 27 лет, он все равно обязан стоять на воинском учете. Он, конечно, должен прийти при получении паспорта Российской Федерации, соответственно, прийти в военкомат по месту жительства и встать на воинский учет. Пройдет мероприятие, которое там все его направит, и медицина, образование. То есть поставят на воинский учет, выдадут военный билет, соответственно. Ясно. Но все равно, несмотря на такие, ну, позитивные, в принципе, мысли у ребят, которые хотят служить, телезрители это подтверждают, есть и уклонисты. Есть? Расскажите об ответственности за уклонение от воинской службы. За уклонение от прохождения военной службы, ну, это решает у нас только суд, что он является действительно уклонистом. За неприбытие военный комиссариат по повестке, соответственно, может применяться как административное наказание, то есть все в кодексе прописано. Вот, если суд примет решение, что да, он является уклонистом, то, соответственно, к нему уже суд вынесет решение или ограничить свободу, или наказание более существенным, так скажем, штрафом, в зависимости от степени, там, тяжести на нарушение закона. Ну, и, соответственно, также федеральный закон 53-й изменен, где граждане, не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований, просто здесь хотел бы немножко подчеркнуть, что именно не прошедшие военную службу являлся, ну, уклонистом не являлся, здесь не рассматривается, а не прошедшие военные службы, не имея на то законных оснований, военный билет по достижению 27 лет не выдается, выдается справка. Справка. Ясно. У нас есть звонок. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Меня зовут Наталья, я из Еренбурга. У меня такой вопрос. Вот мой сын поступил в университет в другом городе. Вот повестку ему будут вручать по месту жительства или вот по месту фактического нахождения? Спасибо. 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 Граждане могут, если он поступил в другой субъект, для него, пожалуйста, предусмотрено, и в этом году есть изменения в федеральном законе, пожалуйста, гражданин может встать на воинский учет по месту прохождения обучения. То есть, без даже, не имея на то регистрации по месту пребывания, он может прийти в военный комиссариат, встать на воинский учет, и соответствующий военкомат, откуда, где он ранее стоял на воинском учете, его личное дело перешлет туда, и он будет приходить на все мероприятия там. И оттуда может быть призван... Но это право или обязанность встать на воинский учет по месту учебы? Это обязанность гражданина встать на воинский учет по месту пребывания. Понятно. Спасибо. У меня вопрос такой. Какие-то пособия семье военнослужащего есть у нас? Денежные или какие-то льготы, вот имеющие семью и ребенка, вот если он военнослужащий по срочникам? Да, конечно, в его семье, так как пока, скажем, кормилец проходит службу в рядах вооруженных сил, его семье будет выплачено единовременное пособие, и также супруга ежемесячно, пока он будет проходить службу, будет получать пособие, но не до достижения ребенка трех лет. То есть, если во время службы достигает ребенка три года, то пособие прекращается. Ну и, соответственно, после окончания службы. Это предусмотрено. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Представляйте, пожалуйста, не забывайте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать. Мне уже дали военный билет, мне просто негодный, получается, к отлазбиварми. Мне интересно, будет ли у меня еще вызывать инкомат, чтобы подтвердить диагноз, мы или все это на этом захочем. Нет. Спасибо. Спасибо. Военный комиссариат вызывать данного гражданина не будет, но гражданин вправе сам заявиться о том, что желает он проходить службу по призыву или же по контракту. И с ним будут проведены мероприятия переосвидетельствования. Если он будет признан годным, значит, будет направлен или по призыву, или по контракту, как будет изъявлено уже у гражданина непосредственно. Понятно. У меня такой вопрос о военно-учетных специальностях. Ребята, служившие в армии, получают военно-учетную специальность. И запись в военниках у них есть, и в карточке личной. Можно ли до службы в армии получить военную специальность, которая пригодилась бы ему в будущем на службе? Да, конечно, мы проводим подготовку до призыва по военно-учетной специальности. Это у нас осуществляется подготовка на категорию С. Через ДОСАВ России, в частности ДОСАВ по Оренбургской области, у нас происходит подготовка граждан. Бесплатно граждане получают категорию С. и, соответственно, конечно, уже призываются, как имеющие специальность водитель, призываются в соответствии с этим. Ну, в соответствии с командой, да? То есть, в автомобильные войска. Конечно, конечно. Там для этого и проходит подготовка бесплатная. Ну и, соответственно, для гражданина в любом случае это большой плюс, потому что права уже выдаются ему на всю жизнь, и которыми он может и после окончания службы воспользоваться и, пожалуйста, применить себя, если имеется такое желание. Ну, это направление от вас, как в ДОСАВ, да? Для получения специальности. А если парень отучился, например, в техникуме, и у него есть родственная специальность, ну, например, в гипотетической службе? Есть, конечно, это медицинские, ряд других, то есть, и повар, кондитер, то есть, и те специальности, которые могут примениться именно в службе по призыву гражданами при прохождении службы, то, естественно, они учитываются и направляются в соответствии. То есть, можно, отучившись в гражданском вузе, ну, не в вузе, а в техникуме, в профессиональном, да, училище, и получается... Конечно, это все дело, конечно, рассматривается, изучается, поэтому еще раз я хотел бы подчеркнуть, что никогда не проходило и не проходит огульного призыва гражданам. Каждый гражданин изучается индивидуально, и каждому гражданину идеальный подход для комплектования направления в те или иные виды и рода войск. Понятно. Патриотические мероприятия. Вот, смотрите, у нас военкоматы проводят такие вещи среди молодежи, среди призывников, делаются выездные какие-то там показательные выступления для привлечения и на контракт, и показания, как в армии, там, как оно, что оно, экскурсии, я не знаю, что-то такое у вас проходит, вот по вашей линии, от линии военкомата. Ну, военный комиссариат очень тесно всегда работает, как с министерством образования Оренбургской области, и, соответственно, делами образования в городах и районах наших субъектов. Также пункт отбора у него в плане есть, они сделают выездные, делаем выставки. Это, конечно, и допризывная подготовка граждан к военной службе, это и Зарница, сегодня проходит Зарница, защитники Отечества, совмещенные с вахтой памяти героев Отечества 56-й, которые сегодня тоже проходят и открыты, где участвуют сегодня практически с каждого региона Приворского федерального округа, сегодня в Оренбурге. И военкомат, конечно, тоже очень много участвует, и патриотическое воспитание, это, наверное, одно из таких основных составляющих сегодня в любой сфере деятельности, потому что защита Отечества, любовь к своему Отечеству, к своим родным и близким, я думаю, это у нас в крови у любого россиянина. Спасибо, у нас есть звонок, слушаем вас, представляйтесь, не забывайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, 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 вы в эфире говорите. Меня зовут Надежда, я звоню из Сорочинска. У меня, знаете, какой вопрос? У меня брат на следующий год заканчивает колледж и собирается поступать в институт. Вот, скажите, ему положено отсрочкой или его призовут? Спасибо. Отсрочка для прохождения обучения предоставляется один раз. Если гражданину для прохождения в колледже уже была предоставлена отсрочка, то есть ему уже исполнилось 18, была предоставлена отсрочка, то, конечно, для института не будет предоставлена ему отсрочка. Если же отсрочка не предоставлялась, то может получить ее. Ясно, у нас еще один звонок. Да, слушаем вас, представляйтесь, не забывайте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алтинец. Я хотел бы уточнить. У нас в Донгузе можно по контракту служить? Повторите еще раз, пожалуйста. В Донгузе можно по контракту служить? По контракту? Дома? В Донгузе, в Донгузе. По контракту можно служить? В Донгузе можно служить по контракту? Я думаю, что гражданину надо непосредственно обратиться к командиру Донгузского полигона. И если вы его как будущий контрактник, как военнослужащий, действительно заинтересуете, и у него есть вакантная должность, то, естественно, он вас рассмотрит и может выдать отношения, с которым вы уже придете в военкомат по месту жительства. Хорошо. Андрей Николаевич, программа подходит к концу. Что бы вы лично пожелали призывникам перед отправкой войска сейчас в эфире? Это самое главное. Верить в себя, верить в свои силы, что вы способны, вы лучшие. И оренбургские призывники, они всегда в любых регионах, во всех войсках, они всегда на почете. Потому что подготовка та, которая осуществляется здесь, в нашем регионе, она одна из лучших. Ну и, естественно, родителям хочется пожелать, чтобы они тоже верили, ждали своих детей, потому что ваши сыновья – это самые лучшие дети. Они обязательно все вернутся домой живые и здоровые, и рада в семье будет. Всем удачи, хорошей службы, хорошее приобретение новых друзей, общения. Посмотреть, как на нашу страну – это здорово. Спасибо, спасибо. Сейчас пришло время подвести итоги нашего интерактивного голосования. Вопрос касался способа формирования нашей армии. Какой должна быть российская армия – по призыву, по контракту, либо смешанный набор? И цифры разделились у нас таким образом, что по призыву 25% считают, должна быть армия по контракту 49% и смешанным набором 26%. Ну вот такое мнение оренбургцев. Спасибо большое за вашу активность. Уважаемые телезрители, спасибо большое за ваше мнение. Я благодарю нашего гостя за участие. Еще раз напоминаю, сегодня у нашей студии был временесполняющий обязанности военного комиссара Оренбургской области Андрей Буданов. Спасибо большое, Андрей Николаевич. На этом с вами прощаемся, встретимся уже завтра. И будем говорить о больших и интересных проектах для молодежи этим летом. Вам же желаю всего хорошего. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на ОРТ.